Этот урок посвящен формам обратной связи. Урок будет коротким, простым, так как мы сами создавать форму не будем, у вас есть готовая, просто покажу как ей пользоваться. Откройте папку 9.1 и откройте файл contact. Здесь мы видим форму готовую, в которой мы можем поменять также дизайн, любые здесь надписи, но что мы не можем менять, это скрипт. Здесь покажу только то, что вы менять можете. Вот все, что написано, почти все, что написано зеленым цветом, здесь можно менять. И что написано русским. Остальное, если написано английским, то не меняйте, потому что вы не знаете, что отвечает за отправку сообщения. Также можем менять размеры этих окон и так далее. Вот если у нас написано все правильно, после того как отправили, здесь появляется надпись, ваше сообщение отправлено. Вот которое вы можете изменить. Либо сообщение некорректный email адрес. Это тоже находится здесь, тоже можете поменять. Кроме скобок, скобки не удаляйте ни в коем случае, только сам текст. Email адрес проверяется по вот этому значку. Тут так и написано, если email индекс такого нет, то высылается такое сообщение. А также если сообщения нет, либо имени нет. Вот я также имя сообщения написал, отправляю, а тут написано конкретное имя. После нажатия этой кнопки отправить, посылается запрос в поиск вот этого файла. Email.php. PHP это обработчик, он у вас находится тоже в этой же папке. Email.php. Если мы его откроем с помощью блокнота, допустим, то увидим, что здесь посылается на этот адрес. Здесь я адрес написал свой email адрес, вы естественно напишите какой-то свой. Я потом его уберу после теста и здесь напишу, чтобы вы вводили сюда свой email адрес. Здесь также, если PHP не знаете, тоже менять ничего не нужно. Тут IT8 это для того, чтобы корректно отсылать письмо как на русском, так и на английском языке. Мы это также протестируем. Вам нужно применять только email адрес. Больше ничего менять не нужно. Либо, если вы меняете сам файл названия вот этого файла, email, то, естественно, здесь меняете это название. Такое же ставите, как назвали вот этот файл. Ну что ж, давайте я протестирую. Вот эти два файла должны лежать в одном месте, в одной папке, либо в корне сайта. Вот я прямо в корень сайта загружу и проверю, как будет работать. Так как здесь адрес krafts1.mail.ru, сюда и будет отсылаться письмо. Сейчас мы это проверим. И сразу должен сказать, что эту форму тестировать можно только на сайте реальном. На компьютере она работать не будет. И причем на сайте там, у того хостера, где есть PHP. Либо у вас на компьютере должен установлен быть локальный сервер, программа типа Денвера. Но об этом я рассказывать не буду. Это можете узнать в интернете. Просто в поиске пишите, что такое Денвер и там ищем. А если уже есть свой сайт, то должны узнать у вашего хостера, есть ли там PHP. Но я не сомневаюсь, что есть, так как везде они уже имеются. Даже на многих бесплатных хостингах. И так, давайте я здесь что-нибудь впишу. Например, «Рафаэль». Здесь нужен email. Этот значок обязательно должен постоять. Он проверяет по этому значку. И, конечно, написать какое-то сообщение. Ну, например, «Привет». Вот я нажимаю «Отправить». Ваше сообщение отправлено. И сейчас придет письмо. Вот уже вижу, пришло письмо сразу же. Здесь мы читаем то, что мы вводили. «Рафаэль». Эмейл-адрес вводили. И само сообщение. И письмо пришло на тот адрес, который мы ввели в PHP файле. «Крафс1.майл.ру». В данном случае. Я еще раз протестировал. Написал на русском сообщение и латинскими буквами, чтобы проверить. Все работает хорошо. Если у вас по какой-то причине форма не работает, то это вы должны спрашивать у вашего хостера. Так как, как видите, форма рабочая. Поэтому просьба ко мне не писать, что вот почему не работает. Я вам ответить не смогу. Ну, вот короткий урок получился. Тут говорить больше не о чем. Единственное, что еще раз хочу повторить, чтобы вы здесь не меняли код. Форму вы можете в любой свой проект закинуть, скопировать. Я даже уберу вот этот код со сцены, чтобы он вам не мешал, не смущал. На сцене кода нет. Вот просто берете вот эту тетмуик, копируете и себе куда-то вставляете. Ну и текст либо копируете, либо сами уже пишите. Это просто отдельный текст. Что ж, на этом я закончу. Продолжение следует... Продолжение следует...